Такие занятия в школах для сотрудников Центра гражданской защиты стали важной частью их работы. Предупрежден, значит защищен. Это правило распространяется на многие чрезвычайные ситуации, о которых рассказали учащимся школы номер 4 имени Петра Климука. Основное – знать номер 112 и понимать, что разговаривать с оператором нужно конструктивно. Любая работа оператора, она очень сложная и напряженная. Прошу относиться с пониманием, сохранять спокойствие в любых ситуациях. Если с вами что-то произошло, обязательно наберите номер 112. Вам узнать, что вам обязательно помогут. Если рядом находятся люди, взрослые, обратитесь за помощью к ним. Ребята узнали, что первым делом при разговоре с оператором надо назвать адрес, где произошло происшествие. И еще, при случайном звонке нельзя вешать трубку. Оператор системы 112 будет пытаться вам перезвонить для проверки, есть ли экстренная ситуация. Если же ему не удается дозвониться, то к вам будет направлена служба реагирования. Это гарантирует, что человек, который является недееспособным, может получить помощь без разговора по телефону. Поэтому о случайном звонке надо обязательно сообщить оператору. Спасатели напомнили и о том, что скоро начнутся заморозки и водоемы затянутся первым льдом. Ходить по нему категорически нельзя. Спасение людей на воде, то, что ты говорил, да, Андрею, да, по поводу, да. Это тоже спасение людей на воде. Как правило, один-два раза в год, к сожалению, приходится выезжать в такие случаи. Уроки безопасности помогают школьникам лучше усвоить самое важное, что может им пригодиться, если случится беда. Я запомнила, что нужно делать в чрезвычайных ситуациях. И я поняла, что нужно говорить, если ты позвонил, к примеру, 1-112. Напоследок закрепили знания по проведению экстренной эвакуации. Такие тренировки проходят в образовательных учреждениях округа регулярно. Ведь никогда не бывает лишним напомнить о правилах безопасного поведения. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...